Добрый день, уважаемые друзья! Вручение государственных наград – одна из самых торжественных церемоний, которые проходят здесь, в Московском Кремле. Она собирает выдающихся граждан нашей страны, людей заслуженных и, безусловно, неординарных, чьи достижения имеют для России особую ценность. Каждый из вас в своём деле достиг самых ярких вершин. Своим трудом и творчеством, отвагой и мудростью вы приумножаете славу и гордость России. Многие из вас посвятили Отечеству годы упорной работы, безупречной государственной и ратной службы. Однако бывает и так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений, секунд, чтобы совершить настоящий поступок, сделать свой выбор – или втрусить, или шагнуть в бессмертие. Я говорю о лейтенанте полиции из Дагестана Магомеде Нурбагандове, который посмертно удостоен звезды Героя Российской Федерации. Сегодня здесь присутствуют его родители. Хочу ещё раз сказать вам, уважаемый Нурбаганд Магомедович, и вам, уважаемая Кумсият Абдурагимовна, вы воспитали настоящего мужчину, настоящего воина. Наш жизненный путь заканчивается рано или поздно, всегда, и это, как говорится, не обсуждается. Вопрос в другом, вопрос в том, как мы жили, или, как в данном случае, как ушли из жизни. Офицер наш показал, что значит истинная честь офицера, и вся страна благодарна вам за сына. Дорогие друзья, на таких высоких, пронзительных примерах вновь убеждаешься в колоссальной значимости семьи, родителей, воспитания. Понимаешь, как важно с молодых лет прививать человеку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить людей честных, неравнодушных и щедрых. Эти качества в основе нашего национального характера. И неудивительно, что у нас так сильны традиции трудовых династий, преемственности в профессии. Достаточно вспомнить отряд космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, где из поколения в поколение передают не только профессиональный опыт, знания, но, главное, дух братства и бескорыстного наставничества. Уверен, что это подтвердят и Александр Александрович Мисуркин, начальник группы отряда космонавтов, которому присвоено звание Героя России, и его коллеги-космонавты Михаил Владиславович Тюрин и Максим Викторович Сураев. Они также удостойны высоких государственных наград. Богатый опыт служения и духовно-нравственного воспитания несут в себе и наши традиционные религии. Искренне рад приветствовать здесь уважаемых представителей российского духовенства, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и митрополита Волоколамского Иллариона. Также отмечу большую воспитательную силу искусства. Хотел бы выразить особую признательность тем мастерам культуры, которые щедро делятся своим талантом и опытом с многочисленными учениками. Значительный пример, замечательный пример здесь дают наши известные мэтры. Блистательный режиссёр Борис Яковлевич Эйфман, великолепный музыкант Сергей Павлович Ралдугин и любимый, я не преувеличиваю, скажу любимый миллионами во многих странах мира наш замечательный дирижёр и музыкант Валерий Абезалович Гергиев. И, конечно, огромный вклад в воспитание подрастающих поколений граждан нашей страны вносят те, кто трудятся на Неве просвещения. В этом зале их представляют президенты Российской академии образования Людмила Алексеевна Вербицкая и ректора Бауманского университета Анатолий Александрович Александров. Место наставничеству, верность, традиции есть в любом деле. Люди прогрессивно мыслящие, духовно и нравственно сильные это хорошо понимают и делают всё, чтобы их начинания имели развитие, чтобы на смену им приходили и те, кто сохранит и приумножит достигнутые. Сегодня в этом зале собрались именно такие люди своими успехами и отношением к делу, личным участием в судьбе учеников и молодых коллег вы держите связь времён и поколений, даёте пример высочайшего профессионализма, верности, призванию и гражданскому долгу. Вы, безусловно, достойны признания государства и общества, достойны высоких наград России. Сердечно поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленное при исполнении служебного долга, звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено лейтенанту полиции Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу. Знак особого внимания и отличия медаль «Золотая звезда» передаётся родителям героя Нурбаганду Магомедовичу и Кумсият Абдурагимовне. Героя Российской Федерации Дорогие друзья, нам сегодня с матерью здесь получить такую высокую награду, очень гордо. Данная награда сегодняшняя, это не наша, только с Магомедом, с нашей семьей. Это награда всего Дагестана, всей России, всех полицейских, всех, кто носит форму. Нам с матерью Владимиром Ивановичем очень гордо получить именно из ваших рук такую высокую награду. Разрешите выразить огромную благодарность вам за чёткость. Вы оценили очень высоко поступок нашего сына. Уверяю вас, если бы давал себе вторая жизнь ему, он поступил бы так же. Сегодня вручённая звезда героя и те чёплые, нежные, добрые те слова, нашу поддержку, Владимир Владимирович, вами, нас окрылило. Нам влели силу, вдохновили двое нас. И дали надежду на будущее. И пусть все вечное хранит вас, Владимир Владимирович. Поступок нашего сына, думаю, что станет примером многим полицейским, кто носит эту форму, кто борется с этим страшным злом. Работайте, братья! Так говорят. Спасибо. За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, звание Героя Российской Федерации и почётное звание Лётчик-космонавт Российской Федерации присвоено Мисуркину Александру Александровичу, инструктору-космонавту-испытателю. Дорогие друзья, в первую очередь я бы хотел выразить своё соболезнование родителям Героя Российской Федерации Магомеда Нурбагандова. Он настоящий герой. Скорблю вместе с вами. И также я бы хотел выразить благодарность всем согражданам, которые поддержали ходатайство о моём награждении. Благодарю вас. И эта награда для меня великая честь и огромная ответственность. Стараюсь быть её достойным. Спасибо. За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально-экономическое развитие Российской Федерации и активную общественную деятельность Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени награждены Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Российской Академии Образования. Дорогой Владимир Владимирович, дорогие коллеги, дорогие друзья, я от всей души благодарю за эту высокую награду и хочу сказать, что это заслуга огромного коллектива русистов, которые работают и в Петербургском университете, и в Русском мире, и в Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы в Российском обществе, в Российской академии образования и в Обществе русской словесности. Владимир Владимирович, я хочу сказать, что я очень вам благодарна. Благодарна за то, что вы понимаете, какой у нас прекрасный, яркий, образный, удивительный русский язык и делаете все для того, чтобы мы его сохранили, сберегли и развивали. Дорогие коллеги, я очень вас всех прошу, пожалуйста, давайте беречь наш язык. И я и без преувеличения скажу, ведь проблема сохранения, развития русского языка – это по существу проблема безопасности нашей великой Родины. Спасибо большое. Спасибо. Говорухин Станислав Сергеевич, народный артист Российской Федерации, кинорежиссер, постановщик. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, друзья. Я, конечно, для меня это огромная честь, и я считаю, что я, что эта награда незаслуженно высокая, воспринимаю ее как аванс. Может быть, в будущем удастся доказать, что я достоин этого высокого отличия. Ну, кто-то, может, усмехнется, там, скажет, когда же ты успеешь доказывать-то уже. Ну, с другой стороны, вот у Ивана Сергеевича Тургенева есть такое стихотворение в прозе «Мы еще повоюем», называется оно. Вот конспективно стайка воробьев, над которыми кружит ястреб, выскакивает на дорогу и крует зернышки. Особенно бойко выступает один там воробушек такой, такой дерзкий, так громко чирикает, как будто и сам черт ему не брал. Посмотрел я на это, пишет Иван Сергеевич, рассмеялся, встряхнулся, и все грустные мысли вон из головы. И пускай кружит надо мной мой ястреб, мы еще повоюем, черт возьми. Спасибо. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждены Жириновский и Владимир Вольфович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Орден называется за заслуги перед Отечеством. У нас было три Отечества. Российская империя, Советский Союз и нынешняя новая демократическая Россия. И мы иногда размышляем, какая идеология, какие скрепы, но в 19 веке размышлений не было. И в Российской империи был самый лучший государственный гимн. Буквально четыре строчки. Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный, боже, царя храни. Ковальчук Михаил Валентинович, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел поблагодарить за вот эту высокую награду. Но я хотел бы сказать, что эта награда, на самом деле, дана великому научному утверждению коллективу «Курчатовского института», который является первой национальной лабораторией, где работают почти 15 тысяч человек. Я хочу сказать, что «Курчатовский институт» всегда был на передовых рубежах, отстаивая интересы страны. Наши отцы-основатели, академик «Курчатов» Александров, руководя коллективом, создавая его, создали ядерное оружие, которое, я хочу напомнить, обеспечило суверенитет нашей страны длительные годы и сделало это сегодня в очередной раз. Но, помимо этого, люди великие, они повернули это ядерное оружие, наработки, на благо людям, и мир получил из наших рук атомную энергетику, ледокольный флот, который обеспечивает наше вне конкурентное существование в высоких широтах, ядерную энергетику в космосе, ядерную медицину и многое-многое другое. Я хочу сказать, что в последние годы Россия стала абсолютно неотъемлемой частью мирового научного ландшафта. Мы участвуем во многих мировых проектах, например, термоядерный реактор на юге Франции «Кадараш», лазер на свободных электронах, и Россия при этом является интеллектуальным донором. Мир создает то, что было придумано в нашей стране в Курчатском институте несколько десятилетий назад. Но, что крайне важно, Курчатский институт и сегодня находится на передовых рубежах. Мы за последние годы, вот после заседания, которое мы провели в Курчатском институте уже почти 9 лет назад, создали уникальный, не имеющий аналогов, центр для создания природоподобных технологий, который основан на конвергенции наук и технологии, так называемый «Энбик-центр». Мы создали первые в мире факультеты «Энбик-центр» и единственные до сегодняшнего дня. И я могу ответственно сказать, что российская наука, как и прежде, готова обеспечить национальную безопасность и технологическую независимость нашей великой страны. Спасибо большое. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарш и наместник Московской епархии, постоянный член Святейшего Синода Русской Православной Церкви. Дорогой Владимир Владимирович, Огромное вам спасибо за награждение и вручение этой большой, вдохновляющей меня награды. Обычно, когда дают награду, то ждут от человека еще большего труда. И тот, кто меня слышит сейчас, наверное, в душе улыбается. А что можно ждать от 81-летнего старичка? Я хотел бы всем ответить, что в светском мире мы знаем, как относятся к пожилым людям, а в церкви – как вино. Чем выдержаннее, тем крепче. И я хотел бы торжественно заверить, что всю свою духовную крепость я посвящу и дальше служению Святой Церкви и любимой Родине. Спасибо. А день рождения исполнится как раз сегодня. Сегодня мы вас поздравляем с днём рождения. Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени награжден Тюрин Михаил Владиславович, инструктор, космонавт-испытатель. Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени награждены Александров Анатолий Александрович, ректор Московского государственного технического университета имени Баумана. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хочу от всей души поблагодарить за такую высокую награду. Я отношу её к успехам коллектива университета Бауманского. И наш университет действительно динамично развивается последние годы. Особенно мы получаем всё большее международное признание и последний рейтинг международной КУЭС. Мы там на 32 позиции поднялись вверх, и мы первые среди российских технических университетов. Мир сегодня стоит на пороге шестого технологического уклада. Михаил Валентинович говорил о природоподобных технологиях. Мы стараемся держаться на гребне научно-технического прогресса. Мы создаём новые лаборатории и уникальные инженерные центры, которым подчас нет аналогов в мире. И в этих центрах за честь почитают работать наши западные коллеги. Но не это самое главное. Главное в том, что мы научились создавать условия для того, чтобы наша молодёжь не мыкалась по заграницам, а находила своё счастье и трудилась в России. И к нам в нашей лаборатории вернулась молодёжь. И сегодня мы в год выпускаем инновационные продукции на 5-6 миллиардов рублей. Это большие и очень серьёзные проекты. Мы единственный университет, который входит в перечень предприятий, учреждений оборонно-промышленного комплекса. И безопасность Отечества для нас не пустой звук. Владимир Владимирович, Вы строите процветающую Россию. Ох, как это непросто! И в этом трудном деле Вы можете смело положиться на инженерный корпус России. И знайте, что Бауманка – это колыбель русской инженерной школы всегда с Вами. Бажаев Муса Юсупович, президент компании «Группа Альянс». Уважаемый Владимир Владимирович, дело в том, что в 90-е годы нас запомнились тем, что страна разваливалась. Был развал экономики, развал всех культурных ценностей. Сегодня мы опять живем в великой стране. Вы не просто все это нарастили, остановили, еще вернули то, что принадлежит нам по историческому праву. Нам все благодарны, россияне. И вы вчера встречались с родителями Нурбагандова. Вы сказали слова. И то, как было это сказано, поверьте, объединило все души и сердца всех нормальных граждан, не только этой страны, а и близлежащих. Большое вам спасибо за то, что вы для всех нас делаете. Дай Бог вам здоровья. Кудимов Николай Михайлович, токарь-карусельщик Красноярского машиностроительного завода. Лужков Юрий Михайлович. Город Москва. Лужков Юрий Михайлович. Город Москва. Уважаемый Владимир Владимирович, Я обращаюсь к вам с таким менее официальным обращением, потому что я вижу в вас человека, для которого понятия, честь, достоинство, совесть очень и очень близки. И эта награда, которую вы мне сегодня вручили, для меня имеет очень большое значение, потому что это еще и определенный символ возвращения из того безвременья, в которое я был погружен несколько лет назад. Владимир Владимирович, в эти дни я отмечаю 80-летие. Это непонятная для меня дата. Я не стал пенсионером. Я продолжаю работать, и я занялся сельским хозяйством. Выращиваю гречку и обеспечиваю краснознаменный Балтийский флот гречкой. Владимир Владимирович, за эти годы я, кроме конкретной работы, пытался познать проблематику, тяжелую, сложную проблематику, которая сложилась в нашем сельском хозяйстве. И кое-какие выводы я мог бы изложить вам, ибо развитие сельского хозяйства может нам дать отказ от зависимости от нефти и газа. Я в этом убежден. Развитие сельского хозяйства возвращает нам нашу самобытность и идентичность, которая рождается в недрах нашего народа, около нашей земли. Я думаю, что сейчас для всех нас, хотя я городской житель, я москвич, пришла пора подумать и решить все те вопросы, которые я готов вам доложить по развитию сельского хозяйства. Спасибо. Рощупкин Владимир Николаевич, исполнительный директор дирекции научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Сураев Максим Викторович, космонавт-испытатель. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, коллеги, я даже могу сказать так, что в этом зале победители. Вы знаете, получилось так, что я в космосе провел 335 суток, но это за два полета, это не за один. И практически более 5000 раз облетел нашу планету. Я просто хотел бы поделиться этим, что, вы знаете, самая красивая, самая большая, самая великая страна с самым большим потенциалом – это Россия. Вы знаете, конечно, в школе так случилось. Я могу сказать, что, да, нашим соседям, нашим якобы друзьям иногда, конечно, не всегда выгодно, когда Россия мощная, когда Россия стабильная, когда Россия великая. Поэтому, Владимир Владимирович, тот курс, который вы взяли, и то, что происходит у нас в России, спасибо вам за это. И вы знаете, что люди, наши граждане и народ вас поддерживает. Это показали выборы 18 сентября. С нами будет считаться только тогда, когда мы будем сами, когда мы будем велики, когда мы будем могущественны. Спасибо. Шумаков Сергей Леонидович, заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала «Россия. Культура». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я, собственно, вышел сюда только поблагодарить прежде всего вас и своих сотрудников. Если бы не они, этого канала бы не было. Поэтому огромное спасибо моим коллегам, которые каждый день делают свое дело, делают его честно, с огромным удовольствием. И, на мой взгляд, успешно. И еще, если позволите, я хотел бы поблагодарить свою маму. Я счастливый человек, она жива. Жива и 90 лет. Спасибо тебе, мама. Спасибо. Орденом Александра Невского награждены Гергиев Валерий Абисалович, художественный руководитель, директор государственно-академического Мариинского театра. Нас, музыкантов, с личностью, с фигурой Александра Невского связывает много. Особенно бессмертная музыка Сергея Сергеевича Прокофьева к легендарному фильму Эйзенштейна. Мне с детства удалось стать пленником этого захватывающего фильма. И я недавно совсем возвращался к нему. И тоже думал о том, о чем говорили мои коллеги. Здесь много друзей среднерожденных. Страна у нас великая. И Александр Невский и собирал, и объединял, и сохранял русские земли. Надеюсь, что так будет всегда. Не хочу избежать сейчас слишком громких и высоких фраз. Но я хочу вам пожелать таких же важных, серьезных свершений на вашем трудном пути. Фигура Александра Невского не может не быть примером для всех в этом зале, в том числе для президента Российской Федерации. Я хочу поблагодарить коллектив Мариинского театра, который показал не только высокую сознательность, даже бесстрашие в необычных очень условиях для любого музыканта планеты. На многострадальной земле Сирии прозвучала музыка, звучала музыка Баха, а мы, российские музыканты, отдали таким образом дань великому представитель всей мировой культуры. Пальмира это часть мировой культуры. К сожалению, отсутствие по-настоящему мудрых, сильных, смелых лидеров на огромном пространстве и привело к тому, что такие ценности человеческой цивилизации могут разрушаться. Я знаю, что Михаил Борисович Петровский лучше музыкантов знает, как помочь восстановлению такого памятника, но мы стали свидетелями действительно ужасающего разрушения великих достижений людей 2000 лет назад. Не могу не сказать о том, как нас встретили, как нас охраняли, как нас провожали наши друзья из Министерства обороны Российской Федерации. У нас было ощущение абсолютного спокойствия, уверенности и мы еще больше верим в то, что наша страна непобедима и будет подавать всему миру пример, как и возможности прийти на помощь людям, которые страдают уже много лет. Это очень смелый и мудрый шаг. Последний год Россия показала всем, что это не только страна, которая может принимать участие в огромном мировом процессе, а без ее участия этот процесс не мыслим. Мы за это вам признательны и хотим пожелать огромных свершений. Юрий Михайлович не знает, что такое 80-летие и не понимает. Нам действительно трудно понять, как быстро летит время. Мне хочется, чтобы вы сделали еще больше, чем уже сделано. Когда-то я сказал на прямой линии с вами, что за вами огромная карта России. Спасибо вам, что она существует в таком очертании, что она не похудела. Все понимают, что я могу к этому добавить еще несколько слов. Мне кажется, что прежде всего здоровья и удачи. Спасибо вам огромное. Коротков Сергей Сергеевич, генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации МИК. Глубоко, уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за то доверие, которое вы мне оказали, за ту оценку той работы, которую я провожу и проводил, с тем большим коллективом авиастроителей, которые создали сегодня авиационные комплексы и продолжают их создавать. Великое время наступило. Та работа, которую мы провели в Сирийско-Арабской республике, она позволила сказать, что российское государство это держава победителей. С нами стали считаться. Та политика, которую вы проводите, позволяет сегодня нам вмешиваться в международное расписание. Военно-промышленный комплекс всегда был инновационным предприятием и по-прежнему создает такие прекрасные авиационные комплексы, как Су-34, которые продемонстрировали свою мощь, выполнив там 3,5 тысячи полетов и те задачи, которые были поставлены, были выполнены. Сегодня мы ведем новые проекты, которые будут существенно превосходить существующие аналоги. Мы в ближайшее время уже в этом году продемонстрируем новые комплексы, такие как МиГ-35, которые очень востребованы во всем мире, имеют большой потенциал и сегодня уже страны, ряд стран хотят закупить эти комплексы, когда они появятся у нас на вооружении. Я хотел вас лично поблагодарить за ту политику, которую вы проводите, потому что хочу сказать, что сегодня можно в любой точке земного шара сказать, и это будет гордо. Я российский инженер. Льовин Борис Алексеевич, ректор Московского государственного университета путей сообщения. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 26 сентября нашему университету исполняется 120 лет. И, Владимир Владимирович, я от имени коллектива хочу вас искренне поблагодарить. Вы удостоили заслуги университета благодарности. Это для нас большая честь. Сегодняшняя награда – это высокая оценка всей системы отраслевого транспортного образования. Вы знаете, это уникальная у нас в России система, которая обеспечивает тесное взаимодействие отрасли, предприятий и вузов. И, с одной стороны, вузы получают все необходимое для своего развития и должного уровня, с другой стороны, наша отрасль транспортная получает должное кадровое обеспечение и научное сопровождение всех проектов. Нашей отрасли, имею в виду отраслевого образования, уже больше двухсот лет. И я бы хотел искренне поблагодарить министра транспорта Российской Федерации Максима Юрьевича Соколова и в его лице всех министров, которые на протяжении и министров транспорта, министров путей сообщения, которые на протяжении всего этого периода и поддерживали и развивали наше образование. Уважаемый Владимир Владимирович, вы дали поручение. До первого числа нужно будет решить вопрос о создании единого транспортного университета, Российский университет транспорта. Это очень для нас важная миссия, мы к ней готовы. И я вам обещаю, что не только будет реализован на должном уровне этот проект, но и наше образование и транспортная отрасль получат новое значимое превращение. Спасибо вам большое. Мартиросов Ролан Гургенович, главный конструктор Су-34 авиационной компании «Сухой». Дорогой Владимир Владимирович, уважаемые друзья, в средние века в Италии один из тогдашних, как мы сейчас сказали, общественных деятелей и писатель зашел к студентам и задал им такой вопрос, а что вы изучаете? Они говорят, мы изучаем право. Зачем вы изучаете то, чем никто не пользуется? Изучали бы лучше силу. Но, к сожалению, значит, вот этот ответ, он не потерял актуальности. И я нисколько не жалею, что всю свою жизнь я занимаюсь тем, что работаю над созданием боевых самолетов. Потому что я понимаю, что при той политике аккуратной, но твердой, которую сейчас проводит Россия под вашим вопросом, Владимир Владимирович, нам сила нужна. И я со своей стороны говорю, что есть потенциал для того, чтобы эта сила стала еще больше. и мы в ближайшее время это подтвердим. Спасибо вам большое. За ваши труды. Хороший вопрос. Михеев Александр Александрович, генеральный директор компании «Вертолеты России». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, коллеги, разрешите сказать огромное спасибо за ту оценку моего труда в этом зале. разделяя эту государственную награду со всем нашим коллективом вертолет-строителей, двумя конструкторскими бюро МИЛЬ и КАМОВ. Все задачи, поставленные президентом России, нашим правительством, по обеспечению обороноспособности и боготонности нашей страны, мы выполняем вовремя, в срок и в качество. Также мы готовимся сохранить наши позиции на мировом рынке, удерживаем четвертое и пятое места среди наших конкурентов и надеемся в самые короткие сроки потянуть все наши гражданские проекты в целях обеспечения необходимого сервиса всем нашим жителям, гражданам в обеспечении всех социальных медицинских проектов. Спасибо. Ролдугин Сергей Павлович художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома Музыки Орденом за морские заслуги награжден Суслин Михаил Иванович заместитель генерального директора начальника отдела компании современной коммерческий флот Уважаемый Владимир Владимирович искренне признателен вам за столь высокую оценку моего скромного клада в развитии российского торгового мореплавания воспитанником которого я являюсь безусловно разделяю полученную награду с коллективом судоходной компании Совкомфлот которая участвует в реализации крупных транспортных проектов в Арктике для меня начинавшие далекие 70-е годы свою работу в северных морях еще младшим помощником капитана сегодня отрадно видеть как реально восстанавливается позиция нашей страны в арктическом морском судоходстве например в этом году начинается круглогодичная навигация из устья реки Обь в Карском море в рамках проекта Новый порт Большое спасибо Орденом подсчета награждены Митрополит Волоколамский Иларион Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Уважаемый Владимир Владимирович наша великая страна является собой уникальный пример межконфессионального мира и согласия И я хотел бы поблагодарить вас и вашем лице государственную власть Российской Федерации за ту мудрую и сбалансированную политику по отношению к традиционным конфессиям Российской Федерации которая проводится последовательно и целенаправленно в течение всех лет вашего президентства Я хотел бы еще воспользоваться этой возможностью чтобы передать вам благодарность миллионов христиан Ближнего Востока которые сегодня подвергаются геноциду которые не знают имеют ли они будущее и которые всякий раз когда мы с ними встречаемся говорят передайте вашему президенту что наша надежда только на него и только на Россию спасибо вам Белоусов Сергей Васильевич оператор по добыче нефти и газа компании Лукоил Западная Сибирь Карпов Олег Эдуардович генеральный директор национального медико-хирургического центра имени Пирогова масштаба 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 Субтитры создавал DimaTorzok